здравствуйте мои дорогие и что приступаем к просмотру прогноза на следующую неделю от мадам ленорман и будем это делать по двум позициям котейка и змейка подумайте секунд 10 я пока перетасую ой колоду не уронила камеру так новогодняя неделя с 28 декабря по 3 января самое что ни на есть активная должна быть самое что ни на есть волшебная неделя года и так что мы будем смотреть мы посмотрим с вами выбрали 1 1 позицию смотрим котейку итак посмотрим общую ниде общую тенденцию общий фон недели работу деньги отношения посмотрим неожиданности какие могут нас ожидать на неделе совет от мадам ленорман и послание от ангелов на новогоднюю неделю и так общий фон недели для тех кто работает для тех кто в поиске работаем для тех кто занимается собственным делом бизнесом фрилансер и все что связано с собственным бизнесом деньги с работой на себя вот так деньги финансы на следующей неделе отношения для тех кто в паре для тех кто в сложных отношениях ссоры расставания треугольники для тех кто в поиске отношений неожиданности недели совет от мадам ленорман если надо будет что-то дополнить я дополню с колоды и послание ангелов что же нам порекомендует ангелы это может быть совет предостережение а может быть просто поддержка какой-то сфере вот так вот тут и не видно здесь положим ну что приступаем какой же у нас будет фон неделя предпраздничные карта сад встречи с друзьями посещение общественных мест привычных вам мест это могут быть магазины это могут быть рестораны кафе кинотеатры с людьми дружественными по духу очень близкими по духу вот такой фон недели хороший фон недели для тех кто работает змея ну первое для медиков для тех у кого связано с медициной а деятельность это косметологи массажисты стоматологи естественно эта медицина для вас будет очень активная это предновогодняя неделя новогодняя неделя в принципе будет много клиентов будет много запросов для всех остальных будьте осторожны с женщинами на работе а есть какая-то женщина которая может подложить вам свинью можно так сказать или воткнуть в спину нож это могут быть ну какие-то подлости аккуратно не рассказывайте о своих планах и допустим если вы запланировали да такое может быть у вас выпадают рабочие дни на новогоднюю там ночью на новогодний день там 31 1 и вы запланировали с кем-то подмениться это может сорваться поэтому заранее это все подготовьте для тех кто в поиске работы карта башня говорит что вы найдете на работу в новогоднюю неделю это но если вы ищете в плане государственных каких-то учреждений это официальное здание официальная работа это банки это чиновники это бюджетные какие-то организации большая вероятность найти или же получить предложение если же вы ищете работу в неофициальных учреждениях не в государственных то скорее всего что вы пока к вам при то ли не поступит предложение и скорее всего нет поступит тоже предложение то есть для всех кто поиски работы не пропускайте следующую неделю не думайте что она новогодняя ничего не получится большая вероятность того что вы получите эту работу которую вы хотите получить для людей бизнеса опачки крысы карта потерь но мелких небольших потерь да эти мелкие потери подтолкнут вас на изучение какой-то дополнительной информации чтобы в дальнейшем не рвать сердце обеспечить себе максимальную стабильность вашей работе но ты мелкие потери это могут быть даже знаете там не додали сдачи или может быть что-то из техники что необходимо в работе поломается и нужно будет чинить может быть какой-то мелкий ремонт вот в таком вот ракурсе финансы луна сейчас мы дополним гроб кольцо если у вас есть какие-то финансовые партнерские соглашения то на следующей неделе они завершатся и вы будете себя чувствовать более уверенно то есть контракт до заключали контракт до нового года вы его завершить и будете удовлетворены этим завершением для всех остальных будьте аккуратны в финансах почему потому что могут последовать не совсем искренне и честные финансовые предложения которые могут привести к таким как-то сказать не то чтобы потерям но вас это подкосит подкосит и надо достаточно длительное время поэтому очень аккуратно с финансами с финансовыми предложениями до старайтесь не тратить и не быть сумасбродные траты вот так вот можно сказать не надо на следующей неделе провоцировать для тех кто в отношениях что у нас принесет следующая неделя известия поездки а возможно известия от родственников так сейчас я посмотрю что это на за известия да это путешествие да возможно известия от родственников и вам и вы поедете к родственникам возможно встречать новый год да это путешествие в родные пенаты вот так известия о том что или к вам приедут родственники или вы поедете к родственникам для тех кто в сложных отношениях карта серп чаще всего она говорит отсекать то есть вы скорее всего что на следующей неделе отсечете от себя тех людей те обстоятельства которые вносят вашу жизнь негативные эмоции чувства для тех кто в поиске отношений здесь отличная карта она говорит что вы найдете своего мужчину если вы мужчина меня смотрит то не пропускайте следующую неделю обязательно продолжайте поиски своей второй половинке неожиданности недели вот видите тоже путешествие так для тех кто собирался в путешествие возможно вы получите неожиданностью станет то что путешествие будет не то которое вы планировали для тех кто вообще не собирался то неожиданно получите или предложение или вообще подарок путешествие и это будет очень судьбоносным путешествия ярким таким ключевым моментом вашей жизни не пропустить эту неожиданность дальше совет от мадам ленорман собака будьте максимально чувствительны дружественны к окружающим к себе самому плюс к этому доброжелательны вот так можно сказать добросердечны следующая неделя должна пройти под девизом добра помощи и поддержки послание ангелов ангел и строфил ангел перерождение трансформации он говорит нужно расчистить место перед тем как создавать новое если на следующей неделе будут какие-то потери или какие-то расставания вы должны понимать что это ангел и сарафил чистит пространство для того чтобы прислать вам что-то более качественное более хорошая новая вашу жизнь желаю всем прекрасных прекрасной новогодней недели ярких праздников кстати у нас 30 числа будет полнолуния и 31 декабря влияние полнолуния будет еще достаточно мощным полнолуния будет в раке рак это знак домашний семейный для которой во главу угла всегда ставят в свой дом поэтому если есть возможность встречаете новый год именно в семье семьей с родными близкими любимыми и любящими вас вас людьми это будет самая правильная встреча года быка пишите мне пожалуйста в комментариях как отыгрываются у вас недели предсказания на неделе на неделю и до скорых встреч здравствуйте что у нас прогноз на новогоднюю неделю с 28 декабря по 3 января что нас ожидает посмотрим фон недели работу деньги отношения неожиданности недели а также совет от мадам ленорман и послание ангелов двоечки кто выбрал змейку этот прогноз для вас и так общий фон недели для тех кто работает для тех кто в поиске работаем для тех кто занимается бизнесом работает на себя финансы на следующую неделю отношения для тех кто в паре отношения для тех кто в сложных отношениях ссоры конфликты расставания треугольники для тех кто в поиске отношений неожиданность недели совет от мадам ленорман и послание ангелов если понадобится дополнить какие-то карты я буду доставать из общей колоды дополнять объяснять ну что посмотрим что же прям две карты до достали что же нам новогодняя неделя подготовила для двоечек общий фон недели встречи беседы общение интернет переписки очень активный общительный коммуникативная коммуникативная неделя для тех кто работает хорошая карта будет поддержка сотрудников коллег вы будете в партнерстве очень хорошо решать поставленные задачи или завершать годовые задачи поставленные перед вами работодателями для тех кто в поиске работаем книга книга чаще всего говорит о знаниях то есть возможно на следующей неделе вы поймете что вам нужно повысить или свою квалификацию или получить какие-то новые знания для того чтобы найти работу для бизнеса результат вы будете косить капусту здесь видите срезаете спелые колоссия очень хорошая неделя для тех кто занимается бизнесом денежка ключ отлично вы на деньги ключ говорит не то чтобы приход но вы найдете какой-то ключевой источник дохода на следующей неделе очень хорошая неделя для двоечи как-то развивается для тех кто в отношениях шикарно мужчина мужчина вы будете ведущим своих отношений для женщин ваш мужчина будет полностью погружен ваши отношения для тех у кого сложные отношения карта лили она говорит о том что возможно примирение это примирение долгосрочное решение какой-то не негативной ситуации вашу пользу в пользу вашей пары для тех кто в поиске отношений якорь но как бы ситуация неизменно стабильно вы стабильно продолжаете поиск своего партнера неожиданность недели деньги какое какой-то неожиданный приход денег не очень больших но достаточно хороший и совет от мадам ленорман если смотрит меня женщина она советует вам быть самой собой обращать внимание на себя на свою интуицию на свои чувства если вы мужчина то пожалуйста обращайте внимание на женщину и а ублажайте и вот так можно сказать для двоечек послание ангелов первый ангел у нас так чтобы видно было белял ангел лжи и вероломства на следующей неделе выйдет информация о каком-то лжеце или же белял белял ангел защитит вас от лжи и вероломства и вы ни в коем случае на следующей неделе не лгите и и срофил опять да вот вторая карта выпала в двоечек тоже самое ангел перерождение трансформация он говорит нужно расчистить место перед тем как создавать новое смотрите на следующей неделе у нас полнолуние в раке я обязательно сделаю пост по поводу этого полнолуния и естественно любое полнолуние это кульминация это завершение то есть все то что завершится на следующей неделе и уйдет из вашей жизни с благодарностью отпускайте это ангелы расчищают путь для нового для светлого для радостного для того чтобы вы стали еще более счастливыми и удовлетворенными своей жизнью всех с наступающим новым годом до встречи в четверг в этот у нас прямой эфир традиционные скорее всего что не состоится потому что у нас уже будет совсем предновогодняя суета но посмотрим может быть какое-то волшебство и придумаем поэтому всех с наступающим новым годом желаю чтобы неделя для вас чтобы этот сложный тяжелый год завершился радовый радостно и волшебно напишите пожалуйста насколько вам интересны такие прогнозы насколько они отыгрываются в вашей жизни и ваши пожелания жду какие расклады вы бы еще хотели посмотреть